друзья мои привет всем добро пожаловать на канал fox tail с вами катерина от farming simulator 22 смотрите какой симпатичного мужчинку умного я нам тут создала так проверим что по ферме происходит посмотрим кормлены ли овцы и куры и продолжим менять ну нет не голодные ну допустим вы не голодная может быть соседи ваши уголодали а продолжим менять нашу ферму в том плане что посмотрим что добавить что убавить вот а эти год ну слава богу год хоть объект с того стола съедим маловато оказалось декабрь месяц нужно продать что-то можно продать только потом вспомним что можно продать сейчас я не помню туманность туманность интересно овцы сыты еды у них достаточно закинем на производство маленько шерстяных носочков тоже как-никак декабрь месяц не смотря что солнышко светит в глазоньки ярко одежда производится очень медленно почему в чем проблема перца просто опериться можно надо бы его продавать надо бы его продавать залагал маленько напоминаю что я продала виноградники поставила грибную ферму закинули туда мы с тобой семена и подлили водички я не помню как быстро вот вам тоже воды по моему надо да и еды ну-ка поедите скажете форма вода пока все есть не помню как быстро происходит момент созревания вот видишь цистерна стоит мои грибочки мои поганочки ну уже уже на хранение почти 800 литров воды достаточно семян тоже достаточно думал про грибную ферму пока можно подзабыть вернись у нас первые коробки грибов стоят я рада производство запустилось новое производство грибов в самом разгаре великолепно сразу умный мужчина подошел все проверил так грибочки отмены давай-ка и пусть побольше они плодятся размножаются воды мало надо набрать водички вот а мы с тобой потом мы будем продавать вспомним в какой месяц грибов будем продавать но я думаю знаешь как будем делать будем накапливать побольше сейчас я заполню с колонки водички вот побольше накопим а потом уже можно будет нормально выставить все на продажу мне нравится грибная ферма проблем никаких нету семена запускаешь водичку заливаешь кэшбэк собираешь по моим овечкам козляткам коровяткам надо по ним еще проверить что у них с едой что у них с мясистыми боками и как они там украсились на продажу или нет я тебя будут припаркую далее папара парам вот у нас идет вспашка вот этого поля на нем мы будем сажать подсолнечник если я отключила смену сезонов я правильно понимаю что я прямо сейчас могу пустить следом посадку подсолнуха если это так то это великолепие так отлично я я не понимаю почему ты у меня тут стоишь давай я тебя увезу пока вообще ну вот тут я нечаянно помню в прошлой серии я нечаянно его здесь захватила сейчас я хочу выгрузить отлично и поехали припаркуемся вот здесь и встанем мало ли когда он нам понадобится теперь а где мне зеленый а ты ездишь океешки я соображаю какими трактора есть сбрасываем нашу гербицидку поехали схватим сажалку и следом опустим сеять подсолнух то есть это поле в полной рабочей стяге я рад четкость четкость грани мозговые работают в полной мере далее поле со свеклой тоже нужно будет потом затыртынтать и засадить не помню чем потому что не придумала чем вот и не помню где у меня сеялка что-то не помню ну-ка вот ты кто у меня семена ага вот и ну идем я не буду там как-то на косорыльно встала на нет поди как-то припарковал ненормально а мне мучайся что у нас тут есть соевые бабы сверху клопку кукуруза вот подсолнух погнали самого утра встала и давай работать не поемший маслица оливковое свое не отпимши а что мы там за кустов выглядываем да не боись я тебя не снесу возможно а возможно и снесу правильно лучше постой мужик понимаешь вот есть такие водители которые интуитивно чувствуют тех на дороге которых надо избегать вот этот мужик из этой же стези понял что со мной шутки плохи так есть это работает это работает что мы еще можем с тобой сделать а что мы еще матем вы знаете что мы матем мы матем вот так вот отпустить отпусти отпусти меня и вот это поле поставить запурпунтоваться но для этого нужно съедить взять в аренду плуг чтобы быстрее дело пошло и следом следом у меня по моему есть сажалка а сажалки ничего хорошего не садится правильно же у нас все хорошее сеется подсолнух сеется пшеница засеялась вот смотри тут мне что такое а ну-ка подожди а вот это у меня что это вот как раз таки что это у меня сеялка сажалка я хочу выцепануть и посмотреть ей в глаза и спросить ты кем будешь ты родимая а тоже сеялка она у нас и силы она тоже самое нет немножко другой другую культуру пара пара пам здесь у нас значит подсолнух сейчас соображу не знаю че я хочу на том поле посеять возможно еще пшеницу канола у меня лежит а почему она мне лежит а потому что мы купили поле с канолы соевые бобы у меня лежат их надо продавать покажи колебания цен в июле а канола слушайте ее сейчас можно собрать и продать канола в декабре хорошо по цене выйдет давайте мы сейчас нагрузим канолу и будем ее продавать но для начала увезу отсюда а зачем я отсюда сеялку увожу если по факту мне потом на ней нужно сеять давай вот здесь ее припаркуем а то тут разбросано там разбросано некрасиво непорядок нету чистоты сейчас мы на этот трактор цепанем наш великолепный мини прицеп а вот еще хотел новый прицеп купить все скинулась отлично поедем продадим канолу куда она продается канола продается в супермарк ну подожди по-моему фелсбурн дороже но там блин с другой стороны пока еще в аренду этот поезд возьмешь пока туда-сюда там еще в декабре можем продать в апреле дает я помню в апреле салат миксовый в июне что-то типа по мелочи знаешь чего феврале в феврале вспоминаю давненько я не продавала яйца яйца в ноябре ну либо в декабре а яйца куда но в супермаркет ну короче едем тогда в супермаркет загружаем канулу и продаем ее в супермаркет у нас еще упадет денежка денежки у меня 157 что можно купить правильно можно купить конюшню которую я хотела в целом но наверное сделаю это позже сейчас я наложу производства просев семян чтобы точно понимать что на каком поле у меня растет здесь подсолнухи там пшеница и что-нибудь еще хапнем тихо 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 не надо сшибать наш домик мы его очень любим моего бережу мы его ремонтируем раз в пять лет по заветам школы ремонта тнт так ну как каким уж прицепом располагаем такому поеду возможно все сразу не загрузится есть такая вероятность будем плакать переживать и возможно смотреть в сторону покупки нового прицепа ага так вот здесь у меня получается загрузка да вот это 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 неудобняк ты вообще здесь не должна быть я тебя вот как-нибудь тут поставлю чисто для красоты не надо разгружаться почему не едем вот ты меня здесь должна всыпать начать заполнение отлично смотрим начать 20 не 8000 литров я говорю надо новый прицеп покупать значит сейчас это выгружаем продаем этот прицеп тоже продаем покупаем новый вместительный прицепик потому что у меня есть смотри как грибы кладятся офигеть утром два ящика сейчас 4 вы мне говорите грибы невыгодный бизнес а смотри как быстро не надо тебе в лес ехать в дождливый надевать резиновые сапожки плащевки всякие обрабатываться клещами смотреть под кустики палочкой ворошить тихую охоту устраивать вот поставил гербную ферму грибы сами растут мужик я под грибами не надо меня это злить ты только подходишь здравствуйте как грибница говорит ну товарищ хозяин все нормально активно рожусь все собираешь продаешь мне кажется тепличные грибочки тоже довольно таки вкусные каким каким путем дорогу по это это что я такой красивая полечка то в ромку и своими колесиками интересно что так красиво засеяно уж извините я расширю свои знания картофель будь он не ладин картофель не хочу с ним также долго как со свеклой я думаю как вариант может быть засеять еще одно поле подсолнухом побольше масла получить другой стороны можно посмотреть что у меня там по производству еще есть глянуть чуть не задела плечистую мадамку так что с такими плечами то по родовым путям проходила если я тебя чуть не сбила сторона разгрузки аааа глыбонька вошла давай нет стой да давай можешь ты мой токсикоз ты мой ходячий что ж ты так тошно тишь еле-еле как будто непонятные Чипа Дейл и крутит колёсико, еле-еле поднимает себя. Надо купить прицеп, который быстрый. Быстрый. Вот эту вот долгодню мне не нравится ждать. 9 тысяч. 9 тысяч. Причём я эту канолу не сажала, не поливала, не удобряла, в карте с ней не играла. Я не проеду по камням, мужик. Сейчас, извини, я развернусь. Я просто купила поле и там росла канола. А я говорю, здравствуй, родная. Я тебя продам. Она говорит, ну, окей. Такова моя судьба. Я тебе там крыло помял. Ты уж извини, счёт фактуру пришли по адресу. Самая красивая ферма. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. О, давайте на ТО, что ли, заедем. Как и началось. А где тут? Подожди. Продать. Почём? А, за 6 тысяч. Да, продавай. Да. Окей. Тракторишко починить. А что ты такой сломанный-то? Ну, давай починим тебя. Ага. Нет, настраивать ничего не будем. Ты так с меня бабла всосал немерено. Давайте искать новый прицеп. Так, прицепики. Давай отсюда начнём. У меня вот такой был. То есть я его купила за один, поэксплуатировала достаточное количество времени и продала за 6. Нормально. Я смотрю по вместимости. 4 тонны – это мизер. 7 тонн – это ни о чём. Так, ребят, а есть что-нибудь существенное? Вы чё, рехнулись за сотню? Я за 100 тысяч на своём горбу всё унесу. Я в этот 8 тонник продала. Ради чего? Ради того, чтобы взять... Или у меня там не 8 тонн, там, наверное, 8... Так, у меня, наверное, на 2 тонны он был. Ну-ка, назад. А чё есть ещё поинтереснее? В разном у меня. Опа. 7,5 тонн. Но это надо тогда фуру ещё брать. Нет, фуру пока я брать не хочу. Грузовые прицепы. Давай здесь посмотрим. Вот. Уже что-то поинтереснее. Уже что-то по дорожке. Я не пойму. Я умерла и попала в магазин высоких цен? Где всё по 49? Где былые времена? А что значит прицеп с винтовым конвейером? Всё дорого. Так. Ну, у меня вот такая была, правильно же? Тарантаска. Только у меня был... Вот такая у меня была. Если не ошибаюсь, назад. Она по 2,5 тонны включала. Давайте что-нибудь... Вот. Типа вот этого. Ну-ка, покажи. Ну, такой. Шеститонник. Нормальный. Назад. 36 тысяч стоит. Этот гораздо дешевле. Но 5 тысяч загрузка. Тоже нормальный. 4,5. Ой, ну это похоже на лодку. Я на такой далеко не уплыву. 31 тысяча 5,4 тонны. 33 тысячи. Ну-ка, покажи. Да куда же мы с такими бортами? Мне же не викингов в Альгало перевозить. Не, ну не надо такую большую. О! Не-не, крышу сними. Как вам вот этот? И можно тем более... Ага, конфигурацию. Я смотрю, какая есть. Вот такая конфигурация. Еще и расширенная. Так, крыша, уйди. Она все равно включается. Я не хочу ее. Я хочу так посмотреть. Слушайте, вот это хорошая загрузка. Это мне уже нравится. Мне не нравится. Единственная цена в 39 тысяч. Почти сороковник. Может, у меня какие-то есть? Ты там на это? Я тебе подрежу. Что ты думаешь? Долго так будешь смотреть? Вот, 6,8 тонн. Кажется, я выбрала. Вот эта оранжевая красота подробная, значит, тра-та-та-та-та-та-та-та. Много всего. Платформу тут не поставить. Чисто под загрузку. За то, как загрузил, так я тебе говорю, нормально загрузил. 6,8 тонн. Возьмем его. 23 тысячи стоит. 7,5? Не, ну на 7 тысяч дороже. Это дорого. Значит, 6,8 тонн за 23 тысячи. Либо, либо, 4,6. И либо вот это, 4,5. Все, решено. Самое выгодное по цене и по вместимости вот эта Тарантаска за 23 тысячи подробности. Я так понимаю, она цепляется на трактор. Я ее покупаю. Да. Долго, долго выбирала, но качественно подошла к этому вопросу. Это что игра залагала? Успокойся. Муха, ты магию свою наводишь? Поехали. Поехали, поехали цеплять новый тракторочек. Вернее, новый прицепик. И трактор надо новый купить. Итого, я продала старый прицеп за 6 тысяч. Почти за 7. Купила новый классный прицеп за 23 тысячи. Вместимость хорошая. Одна из лучших комплектаций. По цене и по вместимости самый топчик. Повела, я говорю, исследование рынка. Купают мне дорогу, черт. Блин, ну красота. Ну красота. Ну посмотри. Ой, мне нравится. Я довольна, душенька. Что у меня там по засадке? Ага, все работает. Вот. Видели? Оманый мужик. Видно, житель местности деревенской. Понимает, кого пропускать. Это у кого сигнал? Вы слышите его? Это муха летает. Это не потому, что я такая слегка веселая на голову. Муха прилетает каждый раз, когда я сажусь записывать видео. Всегда. Одна и та же. Почему я знаю ее? Ну потому, что она летает перед глазами. Я смотрю, ну крылышки одни и те же. Темненькие. Так, теперь начнем заполнение. Все за раз, конечно, не вместится. Такого... А, нет, вместится. А если бы у меня сразу был вот этот прицеп, то мне бы два раза не надо было бы ездить в магазин, в супермаркет. Я могу в этот прицеп закинуть еще заодно? И что еще я хотела продать? Яйца. Пока же колебания цен. Да, у нас декабрь месяц. Давайте попробуем туда же вкинуть яйца. Ну так, рукой. Не зря я баскетболом занималась. У меня трехочковый. На 10 очков. Так. Сейчас-сейчас и едем. Я довольна покупкой прицепа. Вот это хорошая трата в день. Вот это правильное вложение. Не всякие там мопедики, которые я люблю покупать. Колченоги мои. Как думаете, там нормально? Я не поняла, куда они делятся. Я думала, они сверху лежать будут. Ну ладно, у нас рубрика эксперимент. Что будет, если закинуть яйца в прицеп, где лежит канула? Ну, по логике, они не должны были провалиться. Канула же не нефть. Она имеет плотность. Ну, предположим, что я вот там их похоронила. Поедем, продадим. Посмотрим. Отобразиться в продаже яиц или нет? А если не отобразиться, то что это у меня за квантовая черная дыра? Будет очень грустный горизонт событий. Много умных слов я смотрю, знаю. Прям поражена самой себе. Я бы научилась ездить нормально, не сбивая свою производственную единицу. Это я прям еду классно. Он сейчас меня пропустит, правда ведь? Что ты мне таймер показываешь? Ты аплодируешь мне стоя, как я еду. Прям, ты посмотри, прям в колею вошла. Вот девка дает. Так, секундочку. Секундочку. Оторвали меня телефонным звонком. Вообще не рекомендуется за рулем разговаривать. За это как бы штрафик прилетает. Ну, кто меня тут оштрафует? Две березки, три каната. Так. 539 заработная плата ушла. Это суммарно двум наймитам или кто-то один уже успел по моему кошельку пошариться. Что меня радует? Сумма 100 тысяч пока не убывает. Если ту канолу я продала за 9 тысяч, то сейчас как минимум на каноле я еще 1015 должна получить. И как бы яйца там мои еще должны принести немного валюты. Надеюсь. По факту, если бы я не имея канола вкинула в этот прицеп яйца, они бы увезлись. Я видела, что там нету перевозки яиц на этом прицепе, но они же куда-то делись. О, яйца. Здорово. Игра мне говорит, да на тебе твои десятки яиц вывалилась. Может, они меня где-то в кабине. Я тут в кабину шляпнула. Нет, не въеду, да? Не туда. Блин, не говори, что мне надо будет разворачиваться. Так, это надолго. Мы так немножко за жопку чмокнем. Типа, опа, это не я. Это сосед в лифте. Выгружай канолу. Ну да, быстротой тут они пахнет. И яйца не забудь еще выкинуть. Яйца где? Где яйца, я вас спрашиваю? Где яйца? 17 тысяч доход от продажи урожа. А яйца где? Почему яйца исчезли? Может, мне еще раз долбануться в стену, чтобы яйца продались? Слушайте, с каким звуком? Тум, тум. Это на биткость яйца проверяют. Они кидают в пол. У меня хорошие. У меня мраморные яйца. На три... Нормально. Солнышко я продала. На 17 тысяч продала канолу и 9. Там и того у канола вышло на 26 тысяч. Слушайте, ну выгодно. Выгодно получилось. Мы прям в плюсике. Плюс на плюс дал хороший банковский счет. Теперь давайте посмотрим, что у меня с полем пшеничечным. Солнышко прячется. Солнышко прячется. Удобрено на 50%. Прикатать нужно. Я же прикатывала. Тогда нужно еще раз подудобрить. Удобряшка вон там стоит. Поставим на этом же тракторе. Прицеп, скорее всего... Скорее всего, его надо перегнать там, где будет с ним удобно. Но далеко гнать не хочу. Поэтому припаркуемся в туточке. Сейчас будет прям вход. Проем. Ай, ты молодец, Катя. Ох, как красиво четко вам. Опыт не пропьешь. Не пропьешь опыт. Научилась. А чем богаты... Прицепи. В смысле? Я же тебя прицепила. Что я там цепляла? А, гербицид. Не-не-не-не-не-не-не-не. Надо разгрузить. Хорошо. Это разгрузили. Так, глазоньками своими. Эть-эть-эть. Где у нас хорошие... Вот они, синенькие. Это удобрение. Таймер говорит, все. Все, вон черные косули. Эти псы ады, говорит, вылезли. Давай заканчивай. Сейчас мы поставим на удобрение. И все-таки еще я... Ну, как-то вот, конечно-то, изогнула не туда. Но в целом, давай наймем по объявлению умного человека. И дальше пусть он сам скалобродится. Так, половина поля есть. Выйди. Полченоги мой. Масло есть. Здесь у меня медух. А что-то нитка у меня мало. Никуда и нажала. А что пчелы-то жопками своими так... А, нет. Наговариваешь, говоришь, на нас полосатых. Окей. Так, смотрим. А что у нас тут? Удобрено. Нужно прикатать. Сорняк есть. Сорняк. На этом поле убираем сорняк. И сразу прикатываем. Пригоняем ту машину с удобрением. То есть здесь будет работать машина с удобрением. И потом с гербицидами. Далее. Далее. Пошлите посмотрим, что у нас в каком состоянии ту поле. Сахар есть. А если у меня есть сахар, значит, нужно ставить, делать... Нет, не торт. А что мы хотели сделать с сахаром? Что-то хотели. Что-то хорошее хотели. Шоколад. Мармелад. Слушайте, а у меня нет ни на чем, да, изготавливать шоколад. Если посадить картошку, можно сделать картофель фри. Корм для свиньи можно приготовить. Хм. Забавно. Так, ну погоди тогда. Пока разберемся. Шоколад я хотела делать, но не сейчас. Офигеть. Смотрите, как быстро грибы появляются. А как быстро тогда исчезает? Семян уже мало осталось. Офигенно выгодно по грибам жить. Сколько они у меня будут в продаже? В феврале уже можно ехать продавать. Значит, давайте закупим семена. Да, вот на этой машине. Почем они? Почем? По-моему, по тысяче. Значит, где-то мешков 5-10. Давай 10 сразу. Чтобы был хороший запас семян. Можно ли самим выращивать семена? Ух, как я лихо знак объехала. Надо подумать. И посмотреть. Мне не нравится, как она кремельной машет. Едешь, едешь, поворачиваешься, а у тебя машина в стену влепилась. Кстати, что будет, если со всей дури машину в стену влепить? Давайте проверим. Я сейчас куплю семена. Прямо семенами. Сохранюсь. И попробуем прямо разогнаться со всей дури своих мощных легких. И фигачиться в поддоны, что ли? В поддоны? В поддоны, да. И фигачиться как раз в стену. Очень интересно. Купить. Так, если... Сколько у меня там влезет? Восемь давай. Да. Я не помню, заберет эта машина или мне вручную надо будет расставлять. Расставлять. Что-то я не поняла. Какие нахрен поддоны для жидкости? Активировать автопогрузку. Что я не так делаю? Я так давно не грузилась, что забыла, как делать погрузку на Б. Активировать погрузку. Это я перемещаю. Они негабаритные поддоны. Зет я выбираю. Погрузить в поддоны. Правильно? Правильно. Активировать автопогрузку 8 на Б. Они не грузятся. Ой, Ваню! А почему они не грузятся? Они же грузились. То ли у меня с памятью уже морозница. То ли создала я себе наймита престарелого. Ну да. Ах ты ж... Давай хоть немного привезем. Так, ладно. Давай сделаем следующее. Мы сохраняемся. И пробуем въехать в стену. Это будет великолепное, идеальное окончание этой серии, я считаю. Фары включи. Помирать так со светом. А что такие слабые фары? Так, ну нам для разгона. Вот в эту прям стену будем, да? Фигачиваться, да. Еще 600 баксов сняли. Вообще дурные люди. Так, я думаю, вот прям отсюда поехали вперед. Что будет, не знаю. И все. Ты просто останавливаешься. Ты даже не кубарем падаешь. Ты как-то скучно. Давай в забор. Но она так слегка трясет. Я думала, будет как с поездом. Великолепное. Крышесносный переворот кульбит. Вороны говорят, зато ты крылышки наши давишь. Может какую-нибудь машину найдем, в нее фигачимся. Как-то так все... Не получилось эффектного окончания этой серии. Вот. Ну хоть что-то. Хоть так получилось. Ладно. Кстати, три красных машинки встретились. Давайте на этом остановимся. Продолжим уже в следующей серии. Спасибо огромное за просмотр. Поддержи, пожалуйста, лайком. Пиши комментарий. Подписывайся на канал. Пока-пока. Пока-пока.